Какая камера является лучшей для съемки влогов в 2020-м, может даже в 2021-м году? А правильный ответ – это та, которая у вас есть. И как бы это странно ни звучало, я уже как раз эту мысль озвучивал. То есть камера, она, конечно, важна, но она не играет определяющее значение, определяющую роль. И сегодня я хотел для себя сделать некий такой эксперимент. Пока следующий проект, следующий фильм у меня находится на паузе. Сценарий пока не пишется, ничего пока не происходит. Я это все, как бы, так скажем, додумываю, продумываю. Вот, поэтому сегодня есть время для экспериментов. Сегодня просто влог, и внезапно мне в руки попала камера Canon 250D. В общем, я подумал, что как раз и, как бы, так скажем, сравнить все это с моей камерой в полевых условиях. Но первое, что я обнаружил, это отсутствие съемки в 24 кадра в секунду, что накладывает определенные ограничения. И в целом, как бы, сегодня весь эпизод я буду тогда снимать в 30 кадров в секунду. Я уже попробовал 4К, и, собственно, в этом я вижу два главных отличия. Вот прям буквально 5 минут она у меня в руках, и получается наличие 4К плюс, отсутствие 24 кадра в секунду минус. Пока впечатления от камеры очень хорошие. У нее, кстати, есть встроенная стабилизация, и получается, эта стабилизация, она электронная. То есть она немножко срезает края изображения, что, в принципе, на моем объективе делает невозможным использование этой стабилизации, потому что он станет еще уже, я буду еще ближе. Это не очень прикольно. Фокус вроде работает хорошо, также, единственное, получается, все же, вот эта ситуация с отсутствием 24 кадров в секунду, это, конечно, мне не подходит, так как мне интересно не только снимать влог, но еще и снимать коротконтражные фильмы. И поэтому отсутствие 24 кадров, это для меня минус, очень большой минус, про который я не знал. Возможно, это проблема старой прошивки, если покопаться в интернете, что-то можно найти, но все же я сомневаюсь, потому что взял камеру, а там этого как бы нет. Это прям сильно. Снимать 4К влог в 24 кадра в секунду можно, но нужно объектив что-то типа 10 миллиметров, потому что там тоже сильный кроп, и получается, что X2 умножается фокусное расстояние, то есть мой объектив 24 миллиметра будет выглядеть как полотенник на полном кадре, что тоже не делает полезным эту функцию для съемки себя. на фокусных отличных около 10 или 12 миллиметров. Мне понравилось снимать 4К, но беру свои слова назад насчет съемки в 4К, если у вас есть 10 миллиметров, потому что, во-первых, на iPhone удобнее, ну или на телефон, который снимает 4К. А во-вторых, получается, у этой камеры есть очень сильный, как это называется, шаттер. Когда, короче, изображение вот так плавает, то есть если быстро вести камеры, или, например, если какой-то объект идет очень быстро, или машина, например, на машине это видно. И это смотрится вообще не круто. Я сейчас устал здесь на жаре гулять, ходить снимать, снимал ролик, который был предыдущий. Сейчас, собственно, пойду немного отдохну и потом снова поснимаю. Я уже довольно давно вынашиваю одну идею. Она заключается в том, что я хочу создать некую сцену, которая будет очень крутая, вот именно в киношном формате, то есть свет, там, интерьер, все подобное. То есть чтобы была реально крутая сцена, и я хочу ее снять разными форматами, например, на телефон, на кроп и на полный кадр, если получится. И у меня к вам вопрос. Было бы интересно такое, такой эксперимент, а для того, чтобы понять, как влияет формат, как влияют объективы, как влияет частота кадров, например, на, собственно, картинку и возможно ли снимать крутую картинку на среднюю технику. Или нужна обязательно дорогая техника для того, чтобы снимать крутую картинку. Напишите в комментариях, интересен ли такой эксперимент. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok